МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Вихров, ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, начиная с Нового года для налогоплательщиков, ну, допустим, за недвижимое имущество что-то изменилось в исчислении налогов или мы по прежней схеме будем все платить? С Нового года у нас вступил в закон, вступил в силу федеральный закон, который внес изменения в Федеральный налоговый кодекс, где фактически у нас изменился порядок расчета налога на имущество физических лиц. Это прежде всего коснулось у нас налоговой базы. Если раньше в соответствии с Федеральным законом 20-30 ФЗ, она рассчитывалась исходя из инвентаризационной стоимости, и теперь она будет у нас рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость, она более-менее приближена к рыночной, но при этом в связи с увеличением как бы налоговой базы правительство пошло на такой поступок, как снизило ставки налога. Фактически, если ставка налога раньше была на уровне 2%, то теперь для физических лиц, для определенной категории физических лиц эта ставка будет варьироваться от 0,1% до 0,3%. Вот чтобы понять все это практически реально, как мы будем больше платить или нет? Или кто-то больше, кто-то меньше? И как можно рассчитать, допустим, если у тебя однокомнатная квартира, двухкомнатная, трехкомнатная, увеличится стоимость? Можно узнать кадастровую стоимость своего объекта, жилья, и, соответственно, умножить на ставку налога. Как правило, практически по всем муниципальным образованиям Самарской области она составляет 0,3%. При этом у нас существует переходный период в виде понижающих коэффициентов. То есть сначала это будет понижающий коэффициент 0,2, потом 0,4, то есть к 2020 году мы должны выйти на ставку единичка. А понижающий коэффициент он для всех? Он для всех. Кроме этого, значит, у нас подразумеваются вычеты, которые представляются на объекты жилья. Это по комнате 10 квадратных метров, по квартире 20 квадратных метров, по жилым домам 50 квадратных метров. То есть фактически можно рассчитать, если у вас, допустим, жилой дом 100 квадратных метров, вы знаете, кадастровая стоимость жилого дома составляет, допустим, 3 миллиона, соответственно, 50 квадратных метров не будут облагаться налогом на имущество, остальные 50 будут. При этом, если мы говорим, допустим, о сельской местности, то можно сказать, что там у нас есть подавляющее большинство старых домов, у которых площадь составляет менее 50 квадратных метров. Соответственно, они вообще облагаться налогом на имущество не будут. Если мы говорим, кто-то будет платить больше, кто-то будет платить меньше, здесь можно сказать о том, что если у вас инвентаризационная стоимость была оценена в более ранний период, то, соответственно, она не так приближена к кадастровой стоимости. Если в более поздний период, то, соответственно, она очень близка, допустим, будет к кадастровой стоимости. В связи с этим, там, у кого инвентаризационная стоимость значительно была низкая и давно, ну, там, да, будет увеличение налога. А вот на ком больше всех отразится вот это? Наверное, на владельцах такой вот дорогой недвижимости, да, которую в категорию роскоши можно отнести, на них это как-то отразится вообще? Потому что вот мы привыкли, что мы все платим ну, поровну, так скажем. А хотелось бы, чтобы здесь какая-то была... Определён, значит, список, не то, что список, определена сумма, дорогостоящая недвижимость свыше 300 миллионов кадастровой стоимости будет ополагаться по ставке 2%. Это самый высокий процент. Это самый высокий, да. То есть можно посчитать, что 300 миллионов умножаем на 2%, это будет 6 миллионов в год. В год. Да, тут уже вот задумаешься, нужно ли такую недвижимость иметь. Но хотелось бы ещё о льготниках поговорить. Будут льготные категории, которые вот не будут так платить? Льготные категории будут. Фактически все, которые были раньше заявлены в федеральном законе, они также и остались. В налоговом кодексе прописано 15 категорий граждан, которые попадают под льготы. Это, ну, как обычно, герои, там, Советского Союза, России, там, участники Великой Отечественной войны. Часто у нас пенсионеры очень обеспокоены льготами, да, соответственно, пенсионеры. Даже пенсионеры? Пенсионеры попадают. Кроме этого, муниципальное образование могут ещё расширять данный список. Ну, вот у нас городской округ Самара дополнительно льготы дали ещё многодетным семьям. Да, вот это хорошо. Скажите, от муниципалитета что ещё зависит, какой роль играет муниципалитет в установке конечной ставки налога? Роль муниципалитета только в ставке, которую он определил. Ну, вот вы видите, вы говорите, Самара вот определилась, что многодетные семьи могут в категории льготников. То есть они тоже могут повлиять, да, какой-то муниципалитет на категории, да? Да, конечно. Вы как-то сказали, что оформлять льготы нужно до начисления налогов. Вы что имели в виду? Что нужно сделать до того, как к нам придут уже вот эти уведомления? Налоговым кодексом у нас прописано, что льготы носят заявительный характер. Поэтому, в принципе, каждый налогоплательщик, по идее, должен нам заявить льготу. Если он знает, что он, допустим, участник Великой Отечественной войны, он попадает по льготу, то есть даже федеральную, а не то, что муниципальную. Как правило, ну, в принципе, львиная доля граждан уже давно пользуется на постоянной основе. Поэтому есть, конечно, проблемы, допустим, с пенсионерами, которые уже фактически вышли на пенсию, но в свое время они льготу не заявляли. Для этого им необходимо к нам обратиться. То есть вот с пенсионного фонда автоматически информация не идет, да, что вот у нас теперь Иванов Петр Федорович пенсионер и льготы у него в налоговой инспекции есть. Это у них тайна. Да, поэтому нужно самому идти и заявлять. Александр Владимирович, к нам поступает первый вопрос от телезрителей. Светлана интересуется, на каком основании моя организация и областная больница требуют подать сведения в бухгалтерию о том, что все мои налоги уже оплачены. Это правомочно? Мне тяжело сказать по данному направлению, но есть определенные поручения муниципалитетов, которые связаны с собираемостью налога и которые отслеживают муниципальных служащих на предмет исполнения имя своих гражданских обязанностей. Мы, как государственные гражданские служащие, тоже так же отчитываемся. При этом и региональное правительство тоже в данном направлении работает. С учетом того, что собираемость налога у нас не очень на хорошем уровне была, если мы ее сравниваем с такими субъектами Приволжского федерального округа, как Нижний Новгород и Татарстан, где собираемость налогов местных составляла порядка 93-95%. У нас, конечно, есть определенный рост по сравнению с прошлым годом, но мы еще не готовы сравнивать себя с данными субъектами. У нас имущество, собираемость составила за 2014 год порядка 81%, 83-х транспортный налог порядка 81%, земля тоже в районе 81%. Мы понимаем, что все эти деньги идут прежде всего в местные бюджеты и в региональный бюджет, которые, соответственно, потом у нас распределяются и идут на те же самые социальные сферы. Вот все эти налоги, имущественные, земельные, транспортные, все они муниципальные и в региональные бюджеты идут. Вот в связи с тем, что сегодня сложилась такая вот сложная, так скажем, экономическая ситуация, к вам определенные требования по собираемости налогов какие-то новые вынесены уже? Потому что понятно, что... Губернатор неоднократно в прошлом году в своем послании и в 2013 году говорил и отмечал, что собираемость как бы у нас хромает. Статистику я привел по сравнению с тем же Татарстаном и Нижним Новым Граммом. А вот с чем это вызвано, что в нашей области такая невысокая ситуация? Мне кажется, нужно прежде всего, наверное, менять, может, менталитет. Если мы знаем, что нам необходимо заплатить налоги, которые пойдут потом на содержание того же самого ЖКХ, либо мы говорим, если про транспортный налог, здесь такие вот арифметику можно простую привести в пример. У нас задолженность у физических лиц порядка двух миллиардов по транспортному налогу составляет. При этом в средствах массовой информации, допустим, проходит сведение о том, что на ремонт дорог в Самаре у нас выделен миллиард. Можно представить, да, что два делим на миллиард, получается, грубо говоря, два года мы можем не ремонтировать. Понятно. Но если вы говорите о менталитете, то я думаю, что, скорее всего, на людей действуют такие вот штрафные санкции. Вот если бы мы знали, что мы будем платить, вот не заплатим за полгода вот эту сумму, в два раза больше придется заплатить. Вот какие-то... Такого не предусмотрено. Не предусмотрено. Нет, никаких штрафных санкций, наказаний, ничего. Есть только у нас начисление пене. Все-таки есть, да? Да. Ну, с учетом ставки Центробанка 1,03, наверное, народ считает, есть определенные люди, которые начинают платить только после той ситуации, когда уже есть судебные решения, и когда судебные приставы, допустим, возбудили исполнительное производство, только после этого начинают платить. Понятно. А что вообще грозит неплательщикам? Вот почему нужно платить на налоги с этой точки зрения, чтобы куда-то вот не попасть в нехорошую такую ситуацию? За границу выпускают таких людей? Здесь можно, значит, привести пример. Это работа совместно у нас с судебными приставами. Судебные приставы могут вынести ограничение на выезд. Здесь, конечно, чтобы не было такой неприятной ситуации, необходимо отслеживать данную ситуацию. А как ее отслеживать? На сайте судебных приставов есть определенный ресурс, где фактически есть сведения, информация по возбуждению исполнительного производства и наложению ограничения на выезд. По-моему, если я не ошибаюсь, на коллегии у судебных приставов звучала цифра, что в районе 18 тысяч физических лиц вынесены ограничения на выезд. Но это касается не только налоговой службы, это касается также и других ведомств. Понятно. Следующий вопрос от телезрителей. Пожалуйста, звоните, еще есть время. Я инвалид второй группы, сестра-вдова. Имеем ли мы право на льготы при налогообложении? В федеральном законе прямо прописано, в налоговом кодексе это внесено. Инвалиды первой и второй группы у нас имеют льготы. А вот вдова, сестра, то что? Ну вот то, что вдова, здесь, наверное, уже более какой-то конкретный случай. Нужно смотреть, какие документы есть на руках. Ну вот инвалиды второй группы, это уже точно. Следующий вопрос от Андрея. Будут ли налоговые поблажки для фирмы, которая только что открылась? У нас ООО. Ну, по организациям, в принципе, это налог на имущество организации, он был прописан давно. Фактически, по льготам, по налогу на имущество организации у нас изменений конкретных нету. Поэтому, я думаю, если только на федеральном уровне какие-то изменения еще дополнительные внесут для малого бизнеса, тогда возможно. Вот еще одно изменение с этого года, которое вошло уже в силу. Граждане обязаны сообщать в налоговый орган о своем имуществе, если на него не приходило налоговое уведомление. Когда ждать этого уведомления? Откуда мы знаем, пришло оно, не пришло, поздно ли рано, куда идти? Это уже обязательство, да, граждан сообщать о своем имуществе? С этого года, да, также заявительный характер у нас. Это изменение было внесено 52-м законом федеральным. Оно внесено также в налоговый кодекс с 1 января 2015 года. Если граждане владеют каким-то движимым, недвижимым имуществом, но при этом ни разу не получали уведомления от налоговой службы, в срок до 31 декабря они могут заявить о своем имуществе, которое не попадает под налогообложение. Форма, она установленного образца, ее можно найти на сайте федеральной налоговой службы. Значит, льготный период для такой категории граждан будет составлять до 1 января 2017 года. После 1 января 2017 года, если федеральная налоговая служба установит имущество, которое не попадало, здесь мы имеем право начислить налог за 3 предшествующих года, кроме этого, значит, здесь будут пени и здесь будет штраф, о котором вы говорили. Штраф в размере 20% от суммы налога. Если физическое лицо налогоплательщика самостоятельно заявит о своем имуществе, то у нас получается небольшая амнистия, скажем, для налогоплательщика и налог ему будет начисляться с периода, в котором он заявился. Понятно. К нам поступило дополнение к тому вопросу вот про вдову, что вот эта женщина, она вдова офицера и основного кормильца. Вот это как-то влияет на ситуацию? Ну, все-таки, наверное, вот на скидку не скажу, пусть может обратиться в налоговый или в социальный. Да, и мы приложим документы, какие есть, мы уже дадим официальное разъяснение. Можно направить запрос либо по месту учета физического лица в территориальный налоговый орган, либо можно обратиться непосредственно в управление Циолковского, 9, сам город Санара. А у вас есть, вот лично вы принимаете, у вас есть часы приема, дни приема. Есть личный прием каждый вторник, четверг, там, второй, второй, четвертый. То есть, и к вам можно, если что, подойти с таким вопросом. Следующий вопрос от Тамары Алексеевны. Я пенсионер, купила квартиру, если налоговый вычет 13%, я на пенсии, давно уже. Если, значит, у пенсионера был доход, который облагался по ставке 13%, в принципе, возможно, вычет. Кроме этого, вот насколько давно, как бы нет пояснений, да, там, 5-10 лет, потому что в прошлом году было изменение, пенсионерам дали такую возможность представить декларацию на возврат подоходного налога с учетом трех лет предшествующего периода. То есть, если в течение трех лет до выхода на пенсию имелся заработок, который облагался по ставке 13%, соответственно, это возможно. Кроме этого, здесь еще существует такой момент, если, допустим, у налогоплательщика возникли какие-то операции, которые попадают под ставку налогообложения под 13%, ну, допустим, там, приобрели дачу за 500 тысяч, через год продали за миллион, соответственно, 500 тысяч, миллион, минус 500, возникает сумма дохода, которая облагается по ставке 13%, с учетом срока владения менее трех лет. А вот это тоже нужно заявлять о такой сделке, да, заявительной? И если не заявишь, то это будет то, что вы рассказывали? То, скорее всего, мы пришлем вам уведомления о необходимости. Крайняя мера, крайняя мера это назначение выездной проверки в отношении физической Хотя, вот, казалось бы, это личное дело каждого человека, я купил за столько, но сумел продать больше. Вот почему? Ну, подержите три года, а потом продайте. А, то есть, вот здесь вот срок такой. Если менее трех лет, да, соответственно, у нас данная сделка попадает в налогоножение. чтобы исключить такие спекулятивные моменты. Были у нас, кроме возврата подоходного налога, вот по вопросу на жилье, еще медицины, обучения. Здесь есть какие-то новшества или все по-прежнему? Нет, здесь. Потому что, вот опять же, если возвратиться к такой трудноэкономической ситуации, подумаешь, вдруг отменят вот эти выплаты? Здесь у нас также представляется возврат подоходного в части медицины порядка 120 тысяч. Это налогооблагаемая база, то есть 120 умножаем на 13 процентов, соответственно, можно посчитать сумму возврата подоходного, какую вы сможете вернуть. То есть сначала нужно набрать вот эту сумму 120 тысяч? Не обязательно. Вы можете, там, ну, допустим, провели какую-то несложную операцию, там стоимость операции составила 20-30 тысяч. Соответственно, по окончании налогового периода вы можете собрать пакет документов, там, самое основное, это чтобы организация обладала лицензией на оказание данной деятельности, договор на оказание данных услуг и документ, подтверждающий оплату. После окончания налогового периода вы можете представить декларацию налоговые органы, соответственно, после проведения камеральной налоговой проверки, налоговый орган либо подтвердит вам возврат, либо не подтвердит. А если вот несколько операций предстоит, то лучше подождать, наверное, чтобы набрать какую-то сумму, не каждый раз, потому что пакет документов собирать и ходить, наверное, это все-таки Дело, наверное, человеку каждого, да, личного есть. Кому как по необходимости. Смысл есть, нет, ждать год, там, два, собирать пакет. Но они же никуда не денутся, не пропадут, вот если ждать, срок исковой давности три года. Три года, опять же, к этой сроку мы возвращаемся. Следующий вопрос от Натальи. За 2013 год я заплатила налог на квартиру, а в 2014 году письмо пришло в два раза больше, как будто бы я не платила. Есть подтверждение от Сбербанка, что я оплатила, но я заплатила в двойном размере 20,4 квадратных метров. 20 не облагается, а 0,4 получается будут облагать из той суммы, которую я переплатила. Могут ли взять и перекрыть оплату за 0,4, как будет выглядеть и что мне делать? В зачет пойдет. Ну, кроме этого, у нас существует порядок возврата переплаты, то есть можно обратиться с заявлением в рамках статей налогового кодекса можно это. В зачет пойдет, вот это должна Наталья себе уяснить. Мы говорили, значит, медицина, вы рассказали, обучение остается... 50 тысяч. 50 здесь сумма, да? 50 тысяч. Вот в некоторых федеральных службах, в частности, в пенсионном фонде появилась такая услуга личный кабинет. А у вас вот есть такая, где собирается информация, чтобы вот иметь доступ? У нас есть несколько личных кабинетов. Как это? Есть личный кабинет налогоплательщика физического лица, есть личный кабинет налогоплательщика юридического лица. Ну, как вот еще вчера выступал Михаил Владимирович Мишустин, давал интервью, еще предполагается личный кабинет индивидуального предпринимателя. А что он дает вообще? Что это за сервис? Значит, он фактически у нас на сайте федеральной налоговой службы порядка 40 информационных сервисов размещено. Личный кабинет налогоплательщика физическому лицу более интересен, с учетом того, что к нам обращаются физические лица. Здесь физическое лицо может полностью отслеживать начисление своих налогов, уплату. Можно будет, там, не можно будет, уже можно фактически распечатать квитанцию и оплатить ее через банк, либо оплатить это через интернет с учетом электронных кошельков, кроме информации об имущественных объектах. То есть, здесь, ну, всевозможные направления, которые, сведения по камеральным проверкам, по тем же самым, если вы заявили возврат подоходного налога, вы, соответственно, можете отследить порядок проведения камеральной проверки. У нас на сегодняшний день по Самарской области к личному кабинету физических лиц подключено более 300 тысяч, но там есть нюанс, значит, необходимо обратиться в любой налоговый орган, в территориальный, даже не обязательно там в Самарской области, вот, получить регистрационную карту и в течение месяца там вам дают дежурный пароль и логин, в течение месяца сменить пароль. Поэтому, чтобы как-то это пользоваться на постоянной основе, люди некоторые у нас получают регистрационную карту и вложат ее. Проходит месяц, необходима новая активация. Вот здесь как бы нужно еще раз платежникам сказать о том, что в течение месяца они должны поменять свои пароли. можно запомнить обязательно, поменять пароль в течение месяца. Следующий вопрос от Владимира. Я купил квартиру за 2 миллиона, продал за 1 миллион 800 тысяч. Через месяц должен я платить налог с такой продажи? Нет. Нет? Нет. Меньше, потому что. Если есть подтверждающие документы, то, что действительно заплатил 2 миллиона, соответственно, у нас есть два направления при представлении декларации, которая связана с продажей. Это заявляется вычет при отсутствии документов в сумме миллиона, тогда получается база у нас налогооблагаемая будет миллион 800 и миллион. Либо второй вариант это представление платежных документов, подтверждающих оплату. Соответственно, если подтверждается оплата на 2 миллиона, то налогооблагаемая база не возникает. Понятно. Следующий вопрос от Сергея Ивановича. Налог на квартиру никогда ко мне не приходил. Какая может быть сумма и за какой период имеют право мне его начислить? И как это все будет взыматься? Ну, как уже возвращаемся, наверное, да. В принципе, он может самостоятельно заявить об этой квартире. Тогда только с того налогового периода, в котором он заявит мы будем начислять налог, если мы самостоятельно в более поздний период установим после 1 января 2017 года, ну, здесь уже нужно говорить о том, что возможно штрафные санкции. Понятно. Вот сейчас в последнее время к налогоплательщикам приходят такие не совсем привычно оформленные документы, адрес, по-моему, из Нижегородской даже области или что-то. Это вот что такое, такие уведомления? Почему именно с Нижнего Новгорода? У нас существует федеральное казенное учреждение под названием налог-сервис, которое оказывает услуги для федеральной налоговой службы, в том числе по распечатке налоговых уведомлений и рассылке их налогоплательщикам. В принципе, если налогоплательщик видит, что это Нижний Новгород, не нужно бояться, это структура федеральная казенная, то есть учреждение, я уже сказал, которое оказывает определенные виды услуг. Сведения, которые они рассылают, представляет им федеральная налоговая служба. Где-то с 15 апреля мы начинаем им представлять данные сведения в соответствии с квотой по распределению направлений уведомлений. До конца лета, максимум сентябрь месяц, как правило, это было в 2014 году, в 2013 году, они распечатывали эти уведомления, рассылали по налогоплательщикам. Сейчас, с учетом изменения, которые связаны у нас с налогом на недвижимость имущества, срок налога поменялся, уплаты налога поменялся, если раньше он устанавливался там муниципалитетами, либо там законодательно на уровне субъекта региона. Сейчас единые федеральные? Теперь единые 1 октября, если раньше там у нас был транспортный допустим 5 ноября, земля по Самаре была 1 декабря. То есть сейчас все налоги до 1 октября нужно заплатить? 1 октября. Понятно. Соответственно, до 1 сентября мы должны налогоплательщику направить уведомление. Получить. Следующий вопрос. У меня была машина в 2012 году, я ее продал, а налог на нее пришел только в 2014 что мне делать? Какие мои действия? Значит, если налог пришел в 2014 году, соответственно, налоговая служба располагает сведениями, которые представляют регистрирующие органы. Это Росреестр и тот же самый ГИБДД. Если в 2013 году не направлялись сведения налогоплательщиков, значит, скорее всего, к нам пришли сведения в 2014 году, и даже если налог за 2012 год, срок уплаты должен быть в 2014 году. То есть до 1 сентября то, что придет из налоговой, это уплата налогов за прошлый год получат. До 1 сентября 2015 за 2014 мы. А вот сейчас какие действия налогоплательщиков? Ничего не делать, просто ждать вот эти уведомления? Нет, но с учетом срока, я думаю, он уже получил требования, а не уведомления. А если требования, соответственно, там уже начинают идти пения, нужно платить. Да, и вот вы говорите, что проводите приемы, и есть информационная служба у вас на сайте. Скажите, пожалуйста, куда лучше обращаться за информацией? Обязательно нужно переходить на приемы, или может быть есть? Не обязательно, можно обратиться через тот же самый личный кабинет налогоплательщика, то есть там есть определенная ссылочка, обратиться в территориальный налоговый орган, соответственно, можно написать свой вопрос. А консультанты, у вас есть консультанты, которые ответят? В течение 20 дней мы ответим. И никакой дополнительной информации вот для таких вопросов не нужно, да, вот о себе, каких-то сведений, это просто, или вот тоже нужно там что-то вот... Ну, формочка заполняется, там кто обращается, тем более, если это через личный кабинет, мы как бы уже знаем, кто к нам обращается. Да, то есть вот преимущество все-таки личного кабинета есть, как и такого сервиса. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли, ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Всего вам хорошего, до свидания. Спасибо большое. Я прощаюсь и с вами, до новой встречи, до завтра. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!